всем привет дорогие друзья продолжаем проходить замечательную игру периферию миссии у нас высадка на релани часть 3 просто ужас тут творится майсы сражаются с древними со стражами это ужас просто какой-то я даже не знаю кого здесь бить их здесь очень много я конечно мог бы быстренько хоп-хоп туда и флайер отправить но тут надо через эту массу пролететь а я не могу стреляют они недалеко поэтому я буду пытаться максимально сохранять флайеров буду надеяться что они все-таки нападут на майсов как-то их отобьют я не знаю убьют накажут потому что сражаться действительно будет с ними довольно непросто но я буду стараться у нас флайеры флайеры дают огромное преимущество так раз там такая армада все танки едут в том направлении что у нас здесь паренек не хочет никуда двигаться по понятным причинам так да если я подлечу к нему в упор он куда-то начнет двигаться хорошо сначала добьем этого не спеша на спешить никуда не будем все-таки у нас тут всего два флайера нужно быть аккуратнее я думаю что все походили можно начинать бомбежечку да как не не целится все нормально давайте по одному убивать пытаться ты тоже стреляй в кого не было не друг друга там я надеюсь раскрошить я им помогу и будет все замечательно главное не терять флайер без флайеров я даже и танками ничего сделать сейчас тут такая рубилова начнется не ожидал я такого не ожидал прекрасно но это очевидно самые слабые стражи здесь нет артиллерии это и хорошо и плохо одновременно во паренек едет понятное дело что ему не нравится так танчики давайте на тактические позиции на случай если стена на стену пойдем всеми четырьмя там бум-бум все дела устроим бип-бада-бум так а ты все флайерка хочешь да задеть гаденыш а ты что такое так я не попадаю не под один удар нет прекрасно я тогда становлюсь вот сюда вроде меня здесь никто не заденет замечательно я смогу просто по давай подойди так чтобы ты меня мог атаковать да сразу окружаем я только что сохранялся я так не играю потому что это какой-то это нечестно он походил после меня сначала ходит он потом я вообще здесь надо было вот это на самом деле небольшая недоделка надо было как-то организовать ходы действительно по очереди как-то потому что одновременно непонятно походил он не походил не понятно как что делать походишь так он возьмет и под конец гаденыш походит еще разок вот он в любом случае сюда подъехал грит закрыл мне оружейника к сожалению может быть я этим смогу ухты ребята ухты 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 ахты мы можем обойти со спины по оружейнику ударить я с удовольствием воспользуюсь этой этой возможностью замечательный блин я даже не знаю кого бить они как-то должны друг друга бить меня за что ребята меня не надо вы друг друга то ухты еще мою там еще people там еще народ тусует ладно окей я походил я доволен как у флайеров ракеты не заканчиваются я балдею так прекрасно сейчас они вмажут по оружейнику хорошенечко тому тоже надо дальность на здесь сносить броненосцу здесь мы вообще не пробьем глянь 0 просто 0 отнимаем я не знаю хана какая-то так а танчик столько же на такой же радиус до атакует нас нету наземных тактических тактически важных подразделений только воздух воздух он ли 0.1 это серьезно конечно нифига да тут конечно ребята хана просто хана такие щи здесь происходят ребята просто тут воевать еще и воевать буквально чтобы на сантиметр продвинуться самые настоящие боевые действия хана посмотрите кого тут только нет майсы нурги стражи йома и все хотят чего-то он решил окружить меня но я могу типа как доползти до куда-то на не хочу пока сдавать квест смотреть я не хочу я хочу сначала всех убить посмотреть может где резерв есть все-таки интересно жену не как-то не по фасту проходить а все посмотреть любой уголок карты так что тут как-то опасенько кто походил а кто нет стражи по моему не ходили ну правильно конечно еще бы они будут ходить давайте попробуем я сохраню сначала мало ли он после меня походит гаденыш как он любит так мы здесь молодец не достреливаешь вот дурак вот дурак вот дурак на какой так что сохранился да делаю ошибки допускаю это понятное дело давно не играл давайте как-то по одному здесь в принципе все в порядке добиваем хоть по кому-нибудь стрельни ракетки практически ничего не снимают хорошо меня это устроило не хочется лишний раз терять никого понятное дело но тут народу хотя у нас и флайеров честно говоря немало еще есть можно подлететь заценить кто там ну вот оружейник меня очень сильно пугает а вот пузо двигается пузо двигается да ты уже двигаться не можешь это хорошо теперь давайте с пузом разберемся в принципе я доволен здесь они решили видимо меня конкретно так поджать да но не тут то было флайер маневренный ты хоть по кому-то ё-моё стрельни так чтобы снести а то всех по чуть-чуть такой покоцал типа все хорошо нужно больше огневой мощи огневой мощи я не знаю можно было конечно через тех резерв улучшить атаку этих самолетиков раза в два но тех резерв тоже не будем тратить ибо потом может быть все страшнее все-таки битвы против серьезных ребят идут и весь тех резерв может понадобиться в какой-нибудь последней миссии где будет очень сложно я сразу бац броня плюс сто скорость плюс сто обзор обстрел движения вообще сделаю таких ребят полубогов потому что действительно против стражей чтобы сражаться как минимум обстрелы обзор надо увеличивать но против вот других не этих дуболомов одноклеточных которые там двигаются на две клетки и стреляют уже в пределах одной-двух клеток как обычный нет есть стражи мы уже их видели которые стреляют чуть ли не на пол карты у нас даже артиллерия так далеко не стреляет как у них и это очень-очень не хорошо так что ты парень не двигаешься так его сейчас заберут что неужели не хочешь двигаться да ну серьезно и ты тоже я не понимаю почему оружейник не двигается это не дает покоя здесь да ладно разберемся о оружейничек еще и пальнёт красавец красавец спору нет 40 ход обалдеть много жителей народа ай молочек десяточку снял перед смертью ты молодец все равно а я забыл про этого паренька оставляется просто забыл но загружаться по-любому но просто печально поспешил и забыл теперь все это не так страшно было бы о чем переживать мы одновременно подвигались и вышло так что он все таки подошел на удар ну давай есть куда-нибудь ну или не одновременно или он уже после меня под атаку долезешь лезь 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 этот парень сам вышел странно а а а я понял его идею но это не сработает а так вообще урон по ним неплохо заходит когда щиты снимаешь а здесь парень не доехал повезло везде он пытается меня подловить народу ребят много народу реально обалденно много сколько мы уже до раундов раундов 10 тут на одном месте практически ковыляем непонятно что он будет делать так этот подвигался значит можно двигаться уже только так чтобы его атаковать и все все равно не доехал до эй что там там сделал хитро нет смотри у меня такая аннигиляция вообще идет но вот как с тем оружием справляться честно говоря не знаю 1-0 серьезно нам нужна вся моя огневая мощь мне кажется 1-0 не справится пойти что ли потерять все повоевать как следует ну пойдем я думаю что тут флайерами разберем в любом случае хотя и лезть под атаку не хочется когда можно ее избежать знаете это как то получается глуповастенько здесь тоже оружейника можно сделать только одним способом подлететь в упор на подлетая к нему в упор я как бы заставляю его двигаться вот если бы он уже куда подвигался я к нему упор подлетел тогда да но он боится поэтому в упор двигаться не будет сейчас можно быть ради интереса его попробовать подловить так а одно пузо куда-то уехало куда-то наверное левее правее какой рукой суповую ложку держишь да уехал прекрасно здесь начинаем потихоньку справляться паренек блин как он далеко ездить все таки так ну типа как все походили я думаю я попробую все таки к нему в упор подъехать что произойдет он отъедет или нет в ангаре майсов сто процентов ребята будет тех резерв я знал что он так сделает из-за этого придется загружаться или не придется я щиток включу но он хитрый он очень хитрый в этом плане у наружейников просто так подставлять не хочет но в в плане у него тактическое преимущество а я теряю флайер но я надеюсь что по щиту все таки он не больно пробьет на двумя флайерами мне и через оружейника не пользуется если только он не будет ходить первым опять же половину ходовой части снял медленнее летать буду хорошо хоть не всю ну половину от половины так сказать вот если бы он сейчас куда-то подвинулся но ему незачем двигаться потому что а нет смотри в этом его огромная ошибка он подвинулся я подлетаю в упор он не может по мне стрелять вот таким образом мне нравится теперь я его атакую он следующим ходом двигается я подлетаю атакую да таким образом мы победим это хитро но мне кажется что карта здесь вообще огромная в этой карте в этой миссии просто огромная так мне не нужен мне нужно ехать искать еще одного левиафана ух ты там и смотрите еще потому что здесь мы сейчас уничтожим сто процентов здесь один на один все еще схватка идет в принципе все народу не осталось воюем полная аннигиляция ну да как стражи пошли так сразу очень непросто получается воевать хотя конечно я говорю мы можем просто закончить миссию но мне не хочется мне как минимум хочется узнать что находится в этом ангаре но мы летим на всех парах наземной техникой вперед я понял что здесь врагов больше не будет больше и сильнее поэтому можно смело техникой идти в полный в полную атаку пытается он от меня улететь пытается но он на это не способен мы пока снесем ангар кстати мне нужен будет самый быстрый юнит наверное который она может быть я не помню летным воздухом точнее можно было брать или нельзя было брать тех резерв вот не помню хоть убейте но если нельзя будет придется ходы пропускать и лететь так ну хоть кого-то ударь чтоб не бесполезно ход потерял принципе я смотрю что это последний ребята судя по тому как быстро ход наступает ноль вот это поворот нифига себе да он мне помогает 13 вот это урон ребят ну хотя в прошлых миссиях помните да там были такие уроны особенно когда вирус мы перенаправляли на его же войска это просто там разрушение нереальное там по 80 урона здесь какая-то миссия дальше по 5 урона непонятно так мы будем двигаться в этом направлении хотя бы одним хотя бы зонтом знаешь мало ли все таки мало ли что зонты баги пусть отойдет баги все-таки хороший разведчик мы едем вперед пытается он улететь смотри-ка как встал почти достает давайте поможем и себе тоже побыстрее снесем ему комп вообще его снесем так этот парень куда-то едет хорошо ты уже куда-то поехал никуда он ребята не денется один на один такая схватка там наверху идет в кого маркера обалдеть так а ты сможешь ударить или нет не не дотягивать жаль помог бы мне замечательно щит сняли левиафан самый толстый стражик у него аж три щита и неимоверно огромная броня очень серьезный парень с ним конечно сражаться это самый огромный танк у него самая длинная хп получается по сравнению там с каким-нибудь зондом да у которого хп если смотреть по линейке хорошо если на 5 миллиметров ем это у этого сантиметра на 4 на 5 до сразу то есть очень серьезная армия из таких левиафанов она даже несмотря на то что она стреляет не так далеко она все же может дать жару до поджарить кого угодно особенно если их много неважно артиллерию то у тебя там не артиллерия это абсолютно не имеет не играет никакого роли не имеет никакого значения так юма танкетка танкетки они уже кстати не нужны пока танкетки кого-то догонят на всякий случай если будет какая-то после моего использования скажем не использование а ну когда я приду на маркер может быть что-то тут появится типа окружение танки понадобятся пригодятся будем их держать недалеко от от корабля эвакуации будем надеяться что там кто-то выжил так в принципе вроде я готов приходить миссия идет аж час двадцать четыре ребят довольно длинная все зависит от врагов и от собственно огневой мощи конечно тут довольно долго надо чтобы убить ну а замечательно все кстати он даже без стрелочек на движение все равно может двигаться потому что у него вообще нету стрелок на движение он просто берет и двигается так занимает тактически правильное какое-нибудь положение в горах где-то близ гор если что чтобы заехать на клеточку хотя бы так паренек двигаться не может ему один удар остался здесь никого значит двигать не будем так здесь тоже никто не двигается вроде как мы все продолжаем левиафана убивать через пару ходов убьем здесь парень тоже двигаться отказывается что можно пропускать спокойно добивать видно что компьютер уже задается он не видит как он может победить не видит вариантов единственное я за зонда не походил это не страшно еще не факт что зонт пригодится потому что не ясно есть ли технический резерв вот кстати интересно ребят кто знает отпишитесь в комментариях не помню я говорил уже об этом нет известно кому-нибудь такая информация чем больше врагов убито на карте тем больше дается резерва чем меньше убита соответственно тем меньше тех резерва дается ну тех резерв это условные очки получается да внутриигровые за которые ты можешь там улучшать технику на одну карту скажем к сожалению на одну карту было бы неплохо сделать вообще ветку развития но когда-нибудь кто-нибудь запилит ремейк этой замечательной игры и там именно сделает ветку развития юнитов но сейчас не об этом сейчас о том ими что зависит ли количество очков за пройденную карту от количество убитых врагов на ней или нет если кто знает пишите потому что я не знаю нигде нету такой информации конкретно я найти не смог но просто просто интересно разведить мое любопытство потому что действительно интересно узнать и главное нигде не пишется вот в чем проблема к сожалению так как ты паренек вообще за карту уехал ну давай тех резерв или нет хотя нам говорил капитан или кто-то парень какой-то что не трогайте эту базу Майсу но я все-таки решил тронуть надеюсь что там будет тех резерв кстати видели ракета летит сквозь у нас ракеты межфазовые они летят прямо сквозь горы не облетают горы а летят сквозь мы нашли наш бомбардировщик ну который Майса захватили в том разрушенном здании похоже он на ходу от чего бы им не воспользоваться еще бы доступны новые подразделения прекрасный интерком спасибо доступны новые подразделения видите игра все-таки благодарит как бы за исследование оправдывается все-таки оправдывается хотя бомбардировщик это не особо сильный юнит он такой тяжелый на подъем но тем не менее так танчики должны поближе подъехать и потому что именно танками я завершу карту заеду на этот маркер потому что все флайеры заняты в боях сейчас в очень страшных боях сейчас мы тут все уничтожим полностью к сожалению бомбардировщик ни для чего не нужен пока долетит но все равно новые подразделения круто он выглядит как летающая тарелка с небольшими непропорционально и какими-то странными крыльями которые собственно говоря при больших скоростях мне кажется отвалились бы но все равно прикольно наверное сначала была идея просто тарелку создать потом они крылья добавили потому что слишком как-то не знаю палевно что ли не похоже это будет не похоже на людей так всеми атакуют да вроде нет погнали 50-й ход на что завершил вроде да надо завершать тут больше ничего нету в следующий ход он тогда заедет все тут даже и врагов нету единственное я еще хотел в эту сторону просто в уголок залететь посмотреть ух ты ребята хм хм вот вам и прикол но это по крайней мере будет быстро потому что фаза врагов нету просто фаза движения фаза атаки технический резерв прекрасно пропускаем ходы тогда залетаем дальше смотрим что здесь есть а чешуеть ребята я в шоке и и и и ладно давайте сначала сюда заедем уже посмотрим что там миссия выполнена ну значит там просто три врага и все ничего не было бы я от всей души надеялся что больше нам не доведется встретиться со стражами здесь на поверхности планеты они нам были совсем ни к чему с танакой мы вроде как подружились так что когда после боя со стражами он приказал всем отдыхать мы с ним сели выпить по стаканчику поспать удалось всего пару часов когда я сел за руль голова у меня просто раскалывалась но танака был как огурчик поразительно если вспомнить как мы с ним вчера повеселились он естественно только ржал когда я жаловался на головную боль наконец мы прибыли к месту крушения соляриуса и разыскали обломки казалось вокруг все тихо и спокойно однако нас ждал потрясающий сюрприз и похоже все тихо у меня дурное предчувствие не нравится мне это а мне сегодня вообще ничего не нравится аспирина у тебя нет? у нас только дети так ноль ну что ж ребята на этом закончим эту серию продолжим уже эту миссию в следующей серии поэтому всем спасибо что смотрели переходите к следующей серии всем пока